Доброго времени суток, дамы и господа. Вот уже несколько лет я делаю игровые видосики на YouTube и никогда бы не мог подумать о том, что буду снимать видос на тему «Как смотреть видосы на YouTube без задержки». Знаю то, что некоторые люди лезут вглубь браузера, меняют код, скачивают что-то дополнительное, преобразуют магическим образом свой браузер, но могу предложить вам простое решение всей этой проблемы. Нам потребуется одно самое обычное приложение, которое довольно-таки недавно пришло на смену таким программам, как Винтрила, Тимспик, Рейдкол, для того, чтобы связываться друг с другом. Мы вот, например, в World of Warcraft используем для того, чтобы общаться друг с другом, в Рейдикера собираемся, то общаемся, обсуждаем тактику, играем. Приложение Discord можно использовать как веб-версию, которая имеется в браузере, а можно использовать клиент, скачав таким образом его на компьютер. Покажу, расскажу, объясню. И, конечно же, все проверим. Поехали. Мы открываем официальный сайт, discord.com, и перед нами появляются два варианта. Загрузить для Windows или открыть Discord в браузере. Я покажу оба способа, но для начала мы выполним вход в браузере. Жмем кнопку вход сверху. Нам нужно залогиниться, либо зарегистрироваться. Жмем кнопку. Регистрируемся, если не зарегистрировано, логинимся, если залогинено. Все максимально просто, все максимально легко. Я надеюсь, вы с этим справитесь. Ввели логин, ввели пароль, вошли. У меня еще двухфакторная нотификация. Введу и прологинюсь. Личные переписки, личные сервера. Все видно. Конечно, все замылю. Я предлагаю вам для просмотра видосиков создать вообще новый сервер. Как это делается? Мы откручиваем самый низ, мы жмем плюсик, делаем свой шаблон, к примеру, для меня. Сервер как угодно вообще можете назвать, как вам хочется. Можете картинку даже загрузить, чтобы там не потерять его, как вариант. И после этого нажимаем кнопку создать. Перед нами полностью готовый сервер, где мы можем накидывать видосики. И доступ имеется только у нас к этому серверу. Только мы можем здесь что-либо делать. Только мы им управляем. И мы можем накидать кучу видосиков, таким образом начать их просмотр. К примеру, я накидаю сейчас видосиков со своего ютуба и покажу, что грузится все очень даже хорошо. Допустим, видосик по Diablo 3, который я сделал еще в 2016 году. Закидываем, ждем небольшую прогрузку. Перед нами появляется плеер, довольно-таки небольшой. Жмем на кнопочку play. После этого видосик запускается. Регулируем звук, как нам нужно. Можем заранее уже даже нажать шестеренку. Выбрать максимально возможное качество. На тот момент у меня был старенький компьютер. И нормальное качество не было доступно для съемки. Можем открыть полный экран, во весь экран. И посмотреть абсолютно все, что нас интересует. Откроем какое-нибудь новое видео. Другое. Копируем ссылку. Вставляем ее сюда в чатик. Жмем кнопочку play. Выбираем сразу качество. Максимально какое только возможно. 1080, конечно же. Открываем во весь экран. Нереально вжимаем стрелочку вправо. Серая полотка летит вперед. Красная едва успевает. Все грузится идеально. Все можно абсолютно глянуть. Можно листануть куда-нибудь вообще на пару минут вперед. Чуть-чуть, конечно, подгрузит. Но это нормально. И без какой-либо задержки все можно глянуть. Любой момент боя можно рассмотреть. Браузерную версию мы рассмотрели. Иначе она называется веб-версия. Теперь мы также откручиваем вниз. И тут имеется стрелочка. Таким образом, мы загружаем приложение. Загружаем, устанавливаем, логинимся и открываем его. Созданные вами сервера или сервера, к которым вы присоединились, они привязаны к вашей учетной записи. Таким образом, хоть откуда вы залогинитесь, хоть с какого браузера, хоть с какого компьютера, вы будете видеть свои сервера. Таким образом, вы будете видеть те видосики, которые вы раскидали сами себе. Испытаем версию, которая устанавливается на компьютер. Посмотрим отсюда различные видосики. К примеру, какие-нибудь шортсы. Например, шортс с кричащим бобром. Ясное дело, мы его будем смотреть без звука. Жмем кнопку play. В целом-то и так неплохо видно довольно-таки, но мы, конечно, хотим полную экранку включить. Жмем во весь экран. Настройки, качество. Все так же подрубаем. То есть, все хорошо прогрузилось буквально там за пару секунд. И все окей. И не нужно тыкаться в браузере. Не нужно его как-либо настраивать. Дискорд — это отдельное приложение, где вы сами для себя выбираете круг общения. Захотели, свой сервер создали. А захотели, подключились к какому-либо другому. Получается как-то так. На этом все. Все абсолютно рассказал. Все абсолютно показал. Пользуйтесь на текущий момент. Все работает прекрасно и замечательно. Если есть вопросы, дайте знать об этом в комментариях. Постараюсь помочь и ответить. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.